Здравствуйте! В студии Андрей Семаненко предлагаю вашему вниманию выпуск городских новостей. В начале коротко о сегодняшних темах. Повод для гордости. Глава города Марина Трескова вручила благодарственное письмо от командования части матери бойца нашего земляка. Желание помогать солдатам в зоне СВО объединило россиян по всей стране. Северяне всячески поддерживают своих героев. В этом году Владимиру Цибенко могло бы исполниться 88 лет. Память инженера-геофизика, первооткрывателя ямальских месторождений и почетного жителя округа почти лишь школьники. Соблюдайте правила дорожного движения. Об этом не устают напоминать сотрудники Лабытнанской госавтоинспекции. Десять лет от этюда до спектакля. Студия «Первая роль» и театральные подмостки пригласили зрителей на юбилейный вечер. Повод для гордости. Глава города Лабытнангия Марина Трескова вручила благодарственное письмо от командования части Елене Воробьевой, матери бойца нашего земляка Андрея Воробьева, который сейчас отдает долг родине, участвуя в специальной военной операции. Андрей Воробьев решил отправиться на службу по контракту в июне этого года. Принимал непосредственное участие в освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики. За время прохождения службы в обверенной мне, пишет командир полка, это письмо. В воинской части Андрей показал себя надежным боевым товарищем, грамотным военнослужащим, который честно встал на защиту нашей Родины. Это событие стало вдвойне значимым в преддверии Дня матери. Елена Воробьева воспитала сына настоящим мужчиной, не побоявшегося уйти на специальную военную операцию. Когда мы узнали, конечно, мы были в шоке. Он говорит, что-то надо в жизни менять и где-то нужно испытать себя, посмотреть, на что ты годен, что ты можешь, как мужчина. В играх это одно, а вот именно в натуральной жизни, в действии надо попробовать. Ну, я думаю, дай Бог, чтобы всё у него получилось, чтобы всё, что он задумал, как у него там, всё сложилось как нужно. Ещё одно благодарственное письмо от гвардейской бригады морской пехоты коллективу администрации города передал старший прапорщик Владимир Кудрий. Военные выразили признательность за оказанную помощь в условиях проведения спецоперации. Мария Киченко, Григорий Волков, информационное агентство Лабытнанги. Желание помогать бойцам в зоне СВО объединило россиян по всей стране. Северяне всячески поддерживают своих героев. Это и сбор гуманитарной помощи на передовую, и плетение маскировочных сетей, и тысячи писем, написанных детским почерком. Своих не бросают и депутаты Думы города, и сотрудники Дома детского творчества «Левша» посёлка Харп. Вместе с ребятами они делают добрые дела, отправляют гуманитарный груз, пишут письма, мастерят окопные свечи для бойцов-земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Окопные свечи создают из самых простых материалов. С их изготовлением справится даже ребёнок. В консервные банки помещают картон, затем заливают парафином. Он должен быть только марки П-2, который не коптит при использовании, добавляет депутат Думы города Виктория Головко. Мы искренне надеемся, что наши свечи согревают и сердца наших земляков. Я думаю, что это самое малое, что мы можем сделать. Сейчас такое время, что каждый чем может, тем помогает. Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо всем благотворителям. Вот сейчас поступила очередная партия парафина, которую нам купил житель города Лабытнанге. Спасибо за ваше неравнодушие. Я верю, что эти добрые дела приносят общую пользу. На первый взгляд обычная самодельная вещица. В полевых условиях бесценное приспособление. Это свет и тепло. Вдобавок ещё и горелка. На ней можно вскипятить воду, подогреть еду. Две-три свечи дают возможность просушить обувь или, например, перчатки. Это всё равно очень большая помощь, несмотря ни на что, ребятам. И плюс дети же подписывают эти свечи, интересно, пишут какие-то к дополнению письма. Ну и так, что со своего региона ребята получают, для них тоже это моральная поддержка. Мы пишем письма для того, чтобы поддержать наших солдат и восстановить их дух, чтобы они никогда не сдавались. На листах бумаги «Мирная жизнь». Внизу надпись «Мы ждём вас с победой». У каждого послания свой сюжет, своя история, своя душа. Когда-то на фронте солдаты ждали писем из дома. Они согревали душу, помогали выстоять в борьбе с фашизмом. Сегодня современные дети пишут пожелания совершенно незнакомым им людям, но таким родным. Для меня патриоты – это очень хороший лёд. Мы тоже считаемся патриотами, потому что помогаем нашим защитникам. Совсем скоро эти посылки с письмами гуманитарной помощью отправятся бойцам на передовую. Но работа на этом не закончится. Неравнодушные северяне продолжат оказывать помощь героям. Всё для России, всё для победы. Рай Ермолаева, Владимир Николаев, информационное агентство «Лабытнанге». В этом году Владимиру Цибенко могло исполниться 88 лет. Память инженера-геолога, геофизика, первооткрывателя ямальских месторождений, почётного жителя округа, увековечено в камне, установленном в городском сквере, названном его именем. Каждый год сюда в ноябре приходят ученики третьей школы. Репортаж Ирины Яковлой. Они на время оставили школьные аудитории и собрались на городской площади. В руках детей – гвоздики, символ памяти и уважения. У нас это урок под открытым небом. Ежегодно сюда приходят шестые классы параллель. Это у нас запланировано мероприятие планом воспитательной работы школы. Переходя из класса в класс, каждый ребёночек может посетить памятное место нашего города и знать историю конкретного человека. На памятнике надпись Владимир Цибенко. Дата рождения – ноябрь 1936 года. Его ямальская история началась в 1964 году. Инженер-оператор, начальник сейсморазведчиков, руководитель геофизического треста. Под руководством Владимира Лаврентьевича было открыто очень много месторождений. Он внёс большой вклад в развитие нашего округа. Соответственно, переоценить его значимость для нашего округа и для нашего города, я думаю, невозможно. Он стоял у уступов, оснований и открытий таких месторождений гигантов, как Ямбургская и Уренгойская. Взрослые рассказывали школьникам об уникальном времени, уникальных людях, которые в суровых северных условиях, не жалей сил, трудились на благо страны. Да, они уходили в тундру, в никуда, то есть не было таких условий, как сейчас. И они шли в никуда и действительно открыли очень-очень много месторождений. Они проживали здесь очень давно. Я ценю, благодарю вас, что вы не забываете земляков. Школьники исполнили песню «Глобус», которая считается неофициальным гимном географов и геологов, и возложили гвоздики к памятному знаку. Ирина Якуба, Владимир Николаев, информационное агентство «Лабытнанги». Соблюдайте правила дорожного движения. Об этом не устают напоминать сотрудники Лабытнанской госавтоинспекции. По статистике, с начала этого года на улицах города произошло 212 дорожно-транспортных происшествий, 8 из которых с пострадавшими. В их числе есть и дети. Безопасность на дорогах – ответственность каждого из нас. Но порой приходится напоминать о ее соблюдении как водителям, так и пешеходам. Сотрудник госавтоинспекции города Лабытнанги Виталий Кокошкин провел с подростками беседу, приуроченную к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Обсудили важность соблюдения правил дорожного движения. Подростки ездят на машинах, ходят пешком, так живы ходят и пешком, катаются на самокатах, велосипедах, на роликах и так далее. То есть на средствах индивидуальной мобильности. Но большинство не знает, как правильно переходить дорогу, как правильно передвигаться к транспортным средствам. По статистике, у нас с начала текущего года в Ямал-Нейском округе произошло уже 4114 ДТП. К счастью, не все подростки столь беспечно относятся к своей безопасности. Есть и те, кто предпочитает быть внимательными и не искушать судьбу. Когда переходишь в пешеходный переход, идёшь на зелёный свет. И если переходишь в пешеходный переход, где нету светофора, то надо посмотреть по сторонам обязательно и убедиться, что все машины остановились. Нарушителями могут быть не только пешеходы, но и водители. Как сообщил Виталий Кокошкин, ДТП иногда случается из-за несоблюдения ими скоростного режима, неправильного выполнения обгона. Госавтоинспекция города Лабытнанге призывает участников дорожного движения к соблюдению права дорожного движения. Пешеходов просит, соблюдая перед тем, как переходить первую часть дороги, обязательно в порядке убирать телефоны, вынимать наушники из ушей, снимать капюшоны и убеждаться в своём безопасном переходе. Соблюдать правила дорожного движения значит заберечь не только свою, но и чью-то жизнь. Придерживаться их должны все без исключения. Мария Киченко, Григорий Волков, информационное агентство Лабытнанге. Десять лет от этюда до спектакля. В студии «Первая роль» и театральные подмостки пригласили зрителей на юбилейный вечер. В праздничную постановку вошли два спектакля. Первый представил младший актёрский состав, затем подростки уступили сцену старшей группе. Поэтому и в зале в этот день собралась публика разного возраста. И артистам удалось достучаться до сердца каждого гостя. Подростки играли любовь. В разные годы творчества студии «Первая роль» они уже представили харпской публике множество сказок и детских историй разной тематики. И вот выросли. Многие актёры из младшего состава занимаются театром едва ли не с момента появления этих творческих объединений в харпе. Пришли несмелыми малышами и росли с каждой ролью. Артистический стаж по 6-8 лет. Театр — это для меня хобби, любимое занятие. Люблю ходить, люблю выступать. Иногда задания всякие интересные дают. Иногда просто на сцене выступаем. Театр для меня — это самое интересное, что может быть в этой жизни. Здесь столько можно быть интересных людей, общительных. Столько друзей можно найти. Я как записался на театралку, у меня всегда были мысли, что вот как закончу школу, так сразу поступлю на актёра. Для меня театральный — это очень важное занятие. С ним моя жизнь явно становится лучше. Я прям расцветаю и меньше беспокоюсь как-то, раскрепощеннее становлюсь. Очень нравится занятие, никогда мне не надоест. Точно так же вместе с любимым театром росли и взрослые участники коллектива. Некоторые начали выступать в постановках задолго до того, как объединение оформилось в студию «Театральные подмостки». Я, мне кажется, занимаюсь всю свою сознательную жизнь, потому что с маленьких лет пришла к Ольге Алексеевне сначала в Левшу, а потом уже, когда она перебралась сюда, то я вместе с ней, и вот уже отучилась в университете, приехала и снова в театралку сюда. Та же история с 2000 года. Меня совсем ещё, наверное, плюс-минус вот таким вот взяли в театр, попросили провести парад в смокингах детский. С того и пошла жизнь театральная. Всем этим волшебством управляет человек всецело преданный искусству — режиссёр Ольга Попрыга. В этот раз она рассказала зрителю личную историю. О том, как была влюблена в театр с детства, как очарованно шла к своей мечте, и как счастлива в окружении этих людей актёров двух студий, друзей. Они были разными, порой они были трудными эти 10 лет. Они были весёлые, они были сумасшедшие. Они были наполнены любовью. Они были наполнены любовью моих артистов, любовью моей семьи, любовью наших зрителей. Кайма сойдёт удача, и дом будет полной чашей. А нам уж нужно только, чтоб снова был полон зал. Ольга Болдырева, Владимир Николаев, информационное агентство Лабытнанги. На этом выпуск завершён. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства Лабытнанги. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова